Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной Ассоциации Малых Городов. С нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую, друзья, и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Вот по поводу Венгрии. Как считаете, останется ли вот в этом двустороннем соглашении между Украиной и Венгрией пункт АНАТО? И в целом, насколько важно подписать такой документ с Венгрией? Я думаю, что важно иметь коммуникацию с теми довольно деструктивными элементами, которые сейчас под руководством Орбана являются Венгрия. Вы же помните, сколько разных палок в колеса ставила Венгрия как другим решением Европейского Союза, но так и, собственно, непосредственно по НАТО, когда туда стремилась Швеция и Финляндия. Поэтому с Венгрией, учитывая, что у нее есть прямой интерес, который, как минимум, они декларируют по этническим не-венграм, которые проживают на Закарпатье, у нас есть довольно-таки, скажем, и плюс еще к тому у нас общая граница, у нас есть общие точки соприкосновения, которые, конечно же, нужно использовать. Тем более у нас встречи уже были и на уровне министров иностранных дел, и до этого Владимир Зеленский встречался с Орбаном. И, кстати говоря, как какой-то позитивный своего рода элемент, я бы даже отметил, что когда польские фермеры, как вы помните, блокировали границу Украины с Польшей, экспорта наших зерновых, даже не то, что даже для Польши, а, в принципе, даже транзита через Польшу, границы с Венгрией никогда не закрывались. И, как по мне, это можно, как, скажем, позитивный элемент, какой-то даже как один из базисов, использовать для развития наших взаимоотношений. Это география. Давайте, друзья, скажем так, мы никуда не денемся от Венгрии, ни Венгрия никуда не денется от нас. И чем более конструктивными будут наши взаимоотношения, а еще раз повторюсь, нам есть, что предложить Венгрии, а Венгрии есть, что предложить нам, будет впоследствии их конструктивная позиция по поводу нашего членства, как в НАТО, так и в Европейском Союзе. Секретный пункт плана победы – это размещение в Украине крылатых ракет «Томагавк», которые есть на вооружении США. Об этом написало издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванного представителя администрации США. В интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы на днях президент Владимир Зеленский возмутился этим, потому что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как думаете, почему все же эта информация появилась в американских СМИ? Я думаю, из-за того, что в Америке гонятся за сенсациями. Когда звучало, что этот пункт плана победы Владимира Зеленского у Украины конфиденциальный, и действительно, почему он носил конфиденциальный характер, но, по сути, сейчас наш президент косвенно подтвердил, что действительно вопрос по «Томагавкам» там был прописан. Почему он был конфиденциальный? Очень просто. Потому что, чтобы это было сюрпризом для Российской Федерации на моменте подготовки такого политического решения и его реализации. Такое опубличивание, с одной стороны, может говорить про то, что действительно администрация Белого дома, там есть люди, которые могут выносить даже секретные данные с какими-то целями в СМИ, могут быть корыстными чисто для себя, но есть и другая версия, что слито это было специально для того, чтобы показать, что вот, посмотрите, Украина просила у нас «Томагавки», а мы их не дали. Ну и, вы знаете, и первая, и вторая позиция абсолютно, скажем, не красит наших американских партнеров. И то, что, как пишут некоторые СМИ у Владимира Зеленского, нашего президента, это вызвало негативную реакцию, вы знаете, я его понимаю. Потому что, когда надеешься на конструктивный, на эффективный диалог, и когда касается этого вопроса нашего выживания, то хочется, чтобы эта игра с твоими друзьями, партнерами, она была, носила честный характер. Даже почему, помните, была информация, что полякам, например, не показали вот эту закрытую часть плана победы. Абсолютно теперь понятно, почему. Ну, потому что те самые «Томагавки», ну, они же не польского производства. И по «Томагавкам» не Польша принимает решение. То есть, с нашей стороны было сделано абсолютно все возможное и невозможное, чтобы этот закрытый пункт плана увидела только та страна, которая может по этому пункту плана принять соответствующее решение. А чтобы оно не разлеталось по всему миру через СМИ, чтобы Российская Федерация могла этому, скажем так, противодействовать, накручивая еще следующие уровни эскалации. А мы сейчас видим, что и северокорейцы, и постоянные угрозы там ядерным оружием. Сейчас говорят уже, скажем так, про ядерное испытание. Но одним словом, Российская Федерация, конечно же, ну, точно не должна была знать про этот пункт плана. А по «Томагавкам» в целом, я думаю, что это очень правильная позиция. Это позиция, которая была сформулирована, прежде всего, нашими военными. Ее поддержало наше военно-политическое руководство. Почему? По двум ключевым причинам. Потому что «Томагавки» все-таки у них очень большой радиус поражения. Это от 2 до 2,5 тысяч километров в зависимости от модификации. Такое расстояние позволяет покрыть почти все военно-стратегические объекты Российской Федерации на так называемой европейской части Российской Федерации. Является ли это превентивным, прекрасным способом, скажем так, уменьшить уровень эскалации и с позиции силы подходить уже даже к любым диалоговым процессам Российской Федерации? Ответ, конечно, да. И второй аспект, почему именно «Томагавки»? Да потому что их много. В Соединенных Штатах этих ракет действительно огромное количество. И, скажем так, в отличие от «Томагавков» по «Томагавкам» никто бы не зависел от производственных возможностей, которые, скажем так, нужно было расширять и так далее, и тому подобное, тратить на это и деньги, и время. Эти ракеты, просто часть из них можно было передать со складов, и все, и точка, и они бы, так сказать, свою и политическую, и военную роль прекрасно бы сыграли. Ну, по принципу, по такому, как мы, например, сделали свою ставку на В-16. Почему? Да по тем же причинам. Хотя В-16, понятное дело, не самые современные в мире самолеты, но они, во-первых, универсальны, а во-вторых, их просто много. И в Соединенных Штатах, и у других наших партнеров. Где-то примерно похожая логика использовалась, скорее всего, при определении вот такого инструментов неядерного сдерживания, как это было сформулировано даже в публичной части плана победы. Но, как видим, сейчас Соединенные Штаты, к огромному сожалению, не готовы к таким принципиальным решениям и очень боятся вот в канун выборов какого-то, ну, скажем так, политико-электорального дестабилизации вследствие каких-то решительных действий. К огромному сожалению, стратегически, конечно, Штаты очень проигрывают, а Европа также должна для себя сделать соответствующие выводы. Потому что, если она их не сделает, то в противном случае она таки не сможет получить полноценную геополитическую субъектность и просто будет использована как кормовая база для серьезных игроков, например, для Китая, для Индии, для Соединенных Штатов и даже для России. Всем уже на этом этапе войны пора делать выводы. Поэтому те тезы, которые, да, они могут быть жесткие, да, они могут быть, ну, скажем, неприятные для наших партнеров, как по предложению в НАТО, так и по 6-7 системам ПВО, обещанных нашими партнерами и непоставленными, которые недавно озвучил наш президент. И потому что только 10% от того макрофина на Соединенных Штатов пришло реально в Украину, этот холодный душ должен взбодрить наших партнеров, перед зимним периодом. Потому что, еще раз повторюсь, это не только интересы выживания для Украины, но это интересы выживания для всего Запада, для Соединенных Штатов и в целом архитектуры мировой безопасности. Ну вот действительно, выборов ждут, ждут не только в Штатах. Вот по поводу решительных действий, что касается разрешения бить вглубь России американским оружием по законным целям, есть мнение экспертов, что Байден как раз-таки не готов идти на этот шаг, он ждет выборов 5 ноября, а вот после будет некое окно возможностей. Действительно ли это так? Очень сложно сказать. Потому что, если сейчас уже Джо Байдена воспринимают, в принципе, как в политологии, да, есть такое понятие, как хромая утка, да, общепринятая, так и после выборов, когда уже будет понятно, кто следующий президент, а им точно не будет Джо Байдена, это абсолютно очевидно, как бы политического веса у Джо Байдена еще станет меньше. Можем ли мы представить даже, например, в случае выигрыша демократов, да, Камалы Харрис, что до формирования новой команды, до инаугурации 20, которая назначена на 20 января, что она промотивирует Байдена, да, быть более решительным, на самом деле это довольно проблематично. Почему? По двум причинам. Потому что политический градус в Соединенных Штатах после выборов, будучи на пике, потом будет автоматически спадать. Потом входим мы в грудень месяц, в декабрь месяц, где они уже начинают заниматься Рождеством, запекать индюшку и вернуть их в геополитический контекст будет чрезвычайно сложно. Давайте будем реалистами. Вот, поэтому, да, даже если Трамп, даже если Трамп, то как вы себе можете это представить, что победивший Трамп будет мотивировать Джо Байдена? Ну, как бы, это тоже такая себе маловероятная история. Поэтому Украина на самом деле начала же не сейчас, правильно? Мы же начали продвигать план победы, когда два месяца назад мы целый ряд встреч провели. И делегации, и двусторонние, и наш президент общался, и в Белом доме, и с кандидатами, и с Камалой Харрес и с Трампом. Провел европейский тур, проговаривал в Бюсселе с нашими партнерами. Мы делали все возможное и невозможное для того, чтобы их, ну, максимально все объяснить, взбодрить, и самое главное, показать их интерес в помощи Украины, в противостоянии с российской агрессией. Но сейчас, мне кажется, что на самом деле ожидать уже от Джо Байдена буквально сколько, за пять дней-то выборов, каких-то решительных действий или после, тем более, после голосования на выборах, это, ну, довольно маловероятно. Мне кажется, серьезные подвивки по всем этим комплексам вопросов уже начнутся как раз после инаугурации, после 20 января 2025 года. Но до этого, до этого мы можем спокойно работать, опять же, с Белым домом, с Конгрессом, с двупалатной, двупартийной поддержкой, потому что как раз вот же буквально вчера, ну, вот на днях, да, в Конгрессе поднимали и республиканцы, и демократы как раз вопрос. Про возможность сбивать в воздушном пространстве Украины системами ПВО и ПРО, соответственно, ракеты и шахеды, которые летят в сторону Польши, ну, то есть в сторону стран-членов НАТО. То есть мы видим, что процесс парламентский в Соединенных Штатах, он продолжается не в зависимости даже от, ну, скажем так, президентской гонки и независимости от того, кто будет в ней побеждать или кто будет в ней аутсайдером. Вот мне кажется, вот туда нужно прежде всего направить все наши усилия, ну и, конечно же, дополнительно говорить с нашими европейскими партнерами. Потому что действительно от того, насколько они сейчас взбодрятся, насколько они поймут сложность ситуации и плохие перспективы, прежде всего, для себя, если они не будут помогать надлежащим образом Украине, будет напрямую зависеть их будущее. Поэтому мы сейчас действительно находимся в сложном периоде. Я понимаю, почему наш президент пошел с такой довольно жесткой риторикой, потому что мы перед началом зимнего периода, еще, так сказать, со слабой помощью Запада входим, ну, скажем, в такой довольно затяжной период, когда, ну, скажем, мы очень рассчитываем на наших западных партнеров и на помощь хотя бы частичную по пунктам плана победы. Ну, то есть, именно сейчас, конечно, будут разворачиваться ключевые политические события по поводу противостояния с Российской Федерацией и не только Украиной, а всего коллективного Запада. Ну, да, действительно, Владимир Зеленский в интервью упрекнул союзников, что не предоставили обещанное оружие, потому что Украина получила только десятую часть пакета помощи, который Конгресс голосовал еще весной, с трудом вспомним это. Ну, и вот, несмотря на обещание, нет нужного количества патриотов, а в Институте изучения войны написали, что Путин продолжает использовать свою ядерную риторику с целью вынудить Запад сократить помощь Украине. Вот, действительно ли эта помощь, да, десятая часть, ускорится ли после выборов предоставление ее или останется на этом же уровне? Как думаете? Я думаю, да, очень правильный вопрос, спасибо. Я думаю, что не зря. То есть, это не просто какая-то эмоция, да, со стороны нашего президента Владимира Зеленского, это довольно-таки прагматичный шаг уже опытного политика, потому что, ну, по сути, он открывает глаза всем нашим партнерам, причем, ну, например, как республиканцам, так и демократам, да, так и европейским странам, которые, может быть, ну, не до конца понимали, какой уровень поддержки, так скажем, да, Украины сейчас реализуется. То есть, кто-то, может быть, планировал отсидеться, понимаете, да, пока Соединенные Штаты там помогали Украине. То, что мы сейчас сказали, оно должно смотивировать, возможно, с одной стороны Байдена, и тут, опять же, остаются эти шансы еще до выборов, на что они все-таки примут какие-то серьезные решения в помощи Украины, прежде всего, в военном компоненте, потому что тогда Байден может просто войти в историю, не как опытный успешный политик, а как именно слабый политик, при котором, да, реализовался неуспешный выход с Афганистана, при котором, собственно, Российская Федерация окончательно уничтожила мировой порядок, да, архитектуры мировой безопасности. Хочет ли этого, ну, Байден, получить такие ассоциации своего президентства? Ну, большой вопрос. Поэтому, опять же, я думаю, что это определенный мотивирующий фактор. Ну, и даже после выборов, я думаю, эта информация, да, по слабой помощи со стороны Соединенных Штатов, хотя обещанная, проголосована и Конгрессом, но не поставленная, к огромному сожалению, мне кажется, должна смотивировать любого из тех кандидатов, которые выиграют эти выборы. Хоть Камалу Харрис, которая может сказать, что, смотрите, я не Байден, я готов одержать слово, которое до нас, Соединенные Штаты, и мы готовы сохранить, ну, скажем так, текущую архитектуру мировой безопасности и тем самым помочь Украине, будучи глобалистами, я напомню, да. Вот так и республиканцы, которые уже в своей риторике постоянно упрекают Байдена и эту администрацию Белого дома в слабости, говоря, что когда приду я, то мои решения будут четкими, понятными, и я буду надежным партнером. Поэтому, на самом деле, это такая определенная политическая закладка, если хотите, и в надежде на то, что мы сможем продолжить партнерство и сотрудничество как с допалатным, так и с допартийным большинством Соединенных Штатов, не в зависимости от того, кто выиграет выбор. Давайте далее поговорим о северокорейских военных. На совбезе ООН постпредукраина заявил, что войска Ким Чен Ына вступят в войну против Украины уже в ноябре. Россия же на заседании сделала очередное циничное заявление, мол, никаких северокорейских войск Кремль к войне не привлекает, мол, это все дезинформация, хотя уже все ведущие разведки мира подтвердили присутствие войск Северной Кореи на полигонах в России, в Курской области. Ну и наш постпред Кислица не исключил, что эти уже обкатанные в боях войска вернутся на корейский полуостров уже подготовленными. Услышал ли Запад, услышали ли страны, которые присутствовали на заседании Совбеза ООН, слова нашего постпреда? Я думаю, что очень правильно, что поднимается такой вопрос на уровне РООН, потому что эта угроза, как сказал Эмилий и Остин, Соединенных Штатов, это угроза не просто для, скажем так, для Украины и не направленная исключительно на, скажем так, усиление России в войне против Украины. Вопрос-то звучит намного глобальней, что со слабость Российской Федерации, а эту слабость мы видим буквально на свои, ну очень наочно, когда в средстве реализации Курской операции по сути два месяца Россия не может найти в себе ресурсов ни на, скажем, деоккупацию своей территории, ни техники, ни людей, и вынуждены идти и просить у Ирана, у Китая, у Северной Кореи. И это, конечно же, масштабирует эту войну еще более глобально, чем ранее. Но не просто вследствие, скажем так, руинувания, да, логистических цепочек, например, гуманитарного характера, но это несет усиление авторитарных режимов на Ближнем Востоке, в Средней Азии. Тот же Китай, по сути, вышел из экономического кризиса после коронавируса с помощью дешевых энергетических и других сельевых ресурсов с Российской Федерацией. И сейчас на наших глазах усиливается Северная Корея, которая была под просто тотальнейшими санкциями в стране, даже, по большому счету, все ресурсы шли на военную отрасль. А теперь они могут использовать за то, что они передают России военных, снаряды большого калибра, баллистические ракеты. Они просят технологии, они просят возможности ухода от санкций с помощью использования каналов, которые использует Российская Федерация. Они могут просить у Российской Федерации деньги, с которыми, на самом деле, тоже большая проблема в Северной Корее. И вот подумайте, дайте себе ответ, усиляет ли такое взаимодействие с Северной Кореей и дестабилизирует ли весь регион, где также есть партнеры Запада в Соединенных Штатах, такие как Южная Корея, такие как Япония, Австралия. И все это еще происходит на фоне серьезнейших учений вокруг Тайваня. То есть, на самом деле, вопрос не только в северокорейцах, которые сейчас первая партия, но приехала в Российскую Федерацию, их сейчас оденут русскую форму, дадут документы бурятов или якутов и отправят местные штурмы. Вопрос намного глобальнее, что Россия перешла очередную красную черту дестабилизации мирового порядка, усиляя другие авторитарные режимы. И вот это уже, на самом деле, общая проблема всего мира. И нужно понимать, прежде всего, что решает Российская Федерация, которая масштабирует эту угрозу теперь на весь пыль. Состоялись уже переговоры между Южной Кореей и США в Вашингтоне. Как думаете, обсуждался ли вопрос возможного предоставления Украине южнокорейского оружия? Просто мы знаем, что о такой возможности ранее говорил и президент Южной Кореи. У нас буквально полторы минуты. Тут все очень просто. Даже не будем долго растягивать этот вопрос. Уже принято решение про то, что делегация военная приезжает с Южной Кореи. Это прошло посредством массовой информации. То есть, если действительно на полях сражения будут использоваться северокорейские солдаты, то их должны верифицировать прежде всего южнокорейцы. Это абсолютно логично. В том числе, насколько я понимаю, они поставили вопрос про участие в допросах. То есть, верификации. Действительно ли это солдаты Северной Кореи. А вот потом, когда такие доказательства реально будут их участие, Южная Корея и будет принимать следующие действия. Потому что, поймите одну вещь. Южная Корея также не хочет дополнительно оскалироваться перед Северной Кореей в момент, когда Северная Корея усиливается русскими ресурсами. Возможно, да, будут переданы, скажем так, может быть, не оружие, а вот, например, технологии с Южной Кореей для того, чтобы Украина могла самостоятельно производить оружие. И это, кстати говоря, не будет считаться военной помощью со стороны Южной Кореи. Но точно усилит Украину, в том числе, против использования севернокорейских воен. Алексей, спасибо вам огромное, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот, как всегда, интересный разговор. Алексей Боряченко, кандидат политических наук и исполнительный директор Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова